Непростая и тяжелая игра для тольяттинских спортсменок. Команда «Лада» проиграла румынскому клубу Краева. Встреча проходила в рамках четвертьфинала Кубка Европейской Гандбольной Федерации. Почему не удалось одержать победу и к чему теперь будут готовиться спортсменки, узнал Дмитрий Лобанов. Ответная встреча с румынской командой проходила на домашней арене тольяттинских спортсменок. В четвертьфинальной игре Кубка Европейской Гандбольной Федерации «Лада» выступила с перевесом в два мяча. С самого начала было ясно – румынская Краева без боя сдаваться не собирается. «Лада» испытывает давление в атаках и делает ошибки в защите. Это приводит к доминированию на поле Румынии. Весь первый период Краева ведет в счете на 5-6 мячей. «Ладе» приходится догонять соперника. Во второй части встречи Тольяттинкам удается догнать Краеву, но соперник оказывается сильнее и проворнее. На финальной минуте перевес в три мяча. Итоговый счет – 23-26. «Естественно, на табло не такой счет, который мы хотели бы видеть. Мы прекрасно знаем, что будет тяжелая игра, ответная, потому что там была очень тяжелая игра. Вот здесь понятно, что дома как бы стены помогают, но сегодня мы первый тайм провалили немножко, и поэтому в конце так получилось». «Получше сыграл их невратарь против нас, чем сыграл там. Но, к сожалению, сегодня у нас лидер команды Даша играла с температурой, поэтому спасибо ей за то, что она вышла на площадку вообще биться. Плохо, что другие игроки не сыграли. А так, в принципе, я считаю, что это мы не сыграли». После этого поражения «Лада» выбывает из борьбы за кубок ЕГЭФ. По словам старшего тренера, команда сосредоточится на чемпионате России. Через полторы недели трем тольяттинским спортсменкам снова предстоит встреча уже с национальной сборной Румынии в составе российской команды. 21 марта в спортивном комплексе «Лада-Арена» пройдет квалификационный раунд чемпионата Европы. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии. Тольятти. Тольятти. П dancers. Приятного аппетита.